Привет, друзья! Сегодня ко мне пришел вот такой коробок-боровок, в котором находятся различные интересные гаджеты от компании Xiaomi. Пришел он ко мне с магазина GearBest, и, как всегда, все ссылочки на все эти гаджеты будут под видео в описании. И что мы видим? Видим вот такую вот небольшую кучку довольно-таки полезных гаджетов. Ну, давайте рассмотрим их поближе. Первый у нас будет вот такой вот Wi-Fi-репитер от USB, который работает. Также будет вот такая айпишная Wi-Fi-камера Full HD разрешением. Интересная штука, посмотрим на нее поближе. Также рассмотрим вот такой вот сенсор-датчик движения, прекрасный датчик движения, который используется в системе Умный Дом, реагирует на движение и может выполнять различные сценарии. Но об этом чуть попозже расскажу. Также у нас есть вот такой вот маленький аудио-ресивер. Эта штуковина позволяет нам сделать из обычных наушников, из обычной гарнитуры, проводной гарнитуры, сделать беспроводную. И вот такая вот лампочка Xiaomi Philips. Это умная светодиодная лампа, была у меня аналогичная. Вот здесь вот буковка И выскочит, там сможете посмотреть. От Xiaomi лампочку мы тестировали, с вами смотрели. Классная штука, до сих пор я ее пользуюсь. И это что-то аналогичное, но совместно с Philips выполнили. Ну, посмотрим, что она может. Ну, а начнем мы с вами вот с этого Wi-Fi-репитера. Нужен он нам для того, чтобы ретранслировать Wi-Fi-сигнал. Как он работает, попробую объяснить вам наглядно. Вот, например, ваш Wi-Fi-роутер. И вот, например, ваш смартфон на расстоянии 100 метров от вашего Wi-Fi-роутера. Wi-Fi-роутер напрямую не достает до вашего смартфона. Примерно посередине, там, где сигнал от роутера еще достает нормально, ставим вот этот репитер. Что делает репитер? Он принимает сигнал от роутера и просто ретранслирует его на ваш смартфон. То есть, как бы расширяет визуально зону действия вашего роутера. При этом пропускная способность в вашей сети не увеличивается. То есть, этот трансмитер просто ретранслирует, как бы повторяет сигнал. Каких-то прибавок скорости не ожидайте. Этот репитер у нас второй ревизии, поддерживает он скоростя до 300 Мбит в секунду. Раньше были такие репитеры первой ревизии, которые поддерживали до 150 Мбит в секунду. Как бы, конечно, хорошо, но есть тоже нюанс, что этот репитер работает только на 2,4 ГГц. 5 ГГц он не поддерживает. Сам репитер у нас небольшой, чуть меньше, чем ладонь. Снизу у нас имеется вот такой вот USB-разъемчик, который у нас на 180 градусов наклоняется. Можно подключить его к любому USB-порту. Будь то в вашем компьютере, в пауэрбанке, в сетевом удлинителе, где угодно. В основании мы видим два отверстия. Первое, это у нас идет светодиодный индикатор, показывающий нам состояние. Когда горит желтенький, значит он не подключен. Когда горит синенький, значит он подключен к сети. И кнопочка Reset, которую можно будет достать только булавочкой. Итак, для того, чтобы настроить наш репитер, необходима программка Mi Home. Как для всех остальных Xiaomi девайсов. Итак, запускаем программу. Она, в принципе, нам сразу пишет, что найдено новое устройство. Итак, здесь нам необходимо указать, какой сети у нас будет подключение. И ввести нужно пароль. Ввели пароль от нашей Wi-Fi сети. Нажимаем Next. Идет настройка нашего устройства. Итак, устройство у нас настроено. Теперь у нас горит синенький светодиод. То есть наше устройство в сети. Все замечательно. Нажимаем кнопочку Done. И, в принципе, у нас все готово. И в программке Mi Home, в общем перечне наших устройств, мы видим наш Wi-Fi репитер. И показано, что нет подключенных устройств. Здесь у нас отображается краткая информация о нашем репитере. То, что уровень сигнала находится у нас в норме. Показан, к какой сети подключен он. И также можем произвести здесь некоторые настройки. Ну, во-первых, мы можем настроить нашу сеть. То есть точку доступа. Сам репитер будет у нас как точка доступа. К нему мы можем подключаться. Заходим в настройки. Можем назвать, как мы ее хотим. Произвести, указать, какой пароль должен быть. И также можем эту сеть спрятать. Также мы можем переместить вот этот ползунок вправо. И сделать настройки идентичные нашему Wi-Fi роутеру. То есть наш репитер подключен к Wi-Fi роутеру. И точно такие же настройки будут на этом репитере. То есть и пароль, и все остальные параметры. Также нам отображается здесь количество подключенных устройств. В данный момент их ноль. Ничто не подключено пока что к этому репитеру. И также у нас версия прошивки. И в принципе больше здесь ничего нет. Ну, давайте посмотрим, как он в деле. Подключил я репитер к своему PowerBank. И, кстати, при отключении питания на репитере настройки не сбиваются. Если мы его подключаем по новой, все настройки сохраняются. И перенастраивать его не требуется. Итак, мы сейчас с вами находимся на кухне. И там за дверью, за углом, по коридору у меня находится мой роутер. И посмотрим, давайте, как все это дело у нас в этой связке работает. Итак, смотрим. Вот сейчас на диаграмме. Видим TP-Link 2754. Это как раз таки вот синяя диаграмма. Это мой роутер. И TP-Link 2754+. Это как раз таки вот этот репитер. То есть, то же самое название, только добавлено в плюс. Давайте посмотрим, что у нас будет по скоростям. Сейчас я подключен напрямую к роутеру. Итак, давайте произведем замер. Пинка у нас составляет 3 мс. Скорость, как вы видите, порядка 10 мегабит. Небольшая, но она есть. На передачу примерно те же самые показатели. То есть, 10 на входящую. А нет, смотрите, даже до 20 поднялось 22. То есть, что мы имеем? 11 и 23 мегабита. То есть, 11 входящая, 23 и исходящая. Итак, сейчас давайте я переключусь на 2754+. То есть, на этот репитер. И давайте тестируем снова. Смотрим. Пинка у нас составляет все те же 3 мс. Скорость у нас немножко хромает. Но она все-таки есть. Ну вот, она, в принципе, поднялась до тех же примерно показателей. 1169. И смотрим на исходящую. Ну, примерно то же самое. Около 10. Ну, до 20, я думаю, уже, наверное, не скакнет. Хотя, бог его знает. Ну, вот в любом случае, никакой прибавки к скоростям мы явно не имеем. Зато мы имеем стабильный сигнал. То есть, как я и говорил, никакой скорости увеличенной вы не увидите. Но там, где у вас Wi-Fi уже практически не ловит или не ловит совсем, этот репитер поможет оставаться вам на связи. Но этот репитер таскать с собой не надо. Он должен находиться примерно ровно посередине между вами и вашим Wi-Fi роутером. Следующим на очереди у нас будет вот такой вот Bluetooth Audio Receiver. И, как я говорил, он нужен нам для того, например, чтобы сделать из обычных проводных наушников беспроводные. То есть, Bluetooth гарнитуру. Как он работает? Смартфон подключаем по Bluetooth к этому ресиверу. И, соответственно, уже в этот ресивер, в разъем 3.5 Jack, подключаем наши наушники. Телефон у нас лежит в одной стороне, а мы с наушниками можем ходить или сидеть там, лежать в другой стороне. Также в комплекте у этого ресивера идет вот такой вот короткий шнурочек 3.5 Jack и там, и там. Нужен он для того, чтобы, например, этот ресивер подключить к нашему музыкальному центру, к аудиомагнитоле в автомобиле. Либо еще где-то. То есть, мы можем сделать Bluetooth гарнитуру практически из всего, чего угодно, где есть вот такой разъем 3.5 Jack. Из характеристик указано, что заряжается он 5 вольт до 1 ампера, весит 30 грамм, 10 метров примерно радиус действия у него. Bluetooth 4.2 используется, и, как заявлено, работает он порядка 5 часов от одного заряда. По факту, так оно и, судя из других обзоров, 5 часов выхаживает он только так. Что у него вообще есть? Есть у него вот такая вот прищепочка, чтобы повесить его куда-то на поезд, там, на воротничок или куда-то за рубашечку зацепить. 3.5 Jack разъем, с противоположной стороны у нас micro USB разъем для зарядки. И вот здесь маленькая прорезь, под которой находится светодиод, это индикатор событий. То есть, сейчас он горит у нас оранжевым, то есть, сейчас у нас идет процесс зарядки, когда подключен по Bluetooth, будет гореть синеньким. И также у нас есть вот такая кнопочка управления. Итак, давайте попробуем все это дело подключить. На смартфоне заходим в настройки Bluetooth и видим Mi Bluetooth Audio Receiver. Подключаемся, идет у нас сопряжение. Вот и все, устройство у нас подключено. Вот проводные наушники, не подключены к смартфону, подключены только к ресиверу. Включаем композицию на смартфоне. И слушаем. Я думаю, вам слышно, что музыка реально идет. То есть, вот он, не подключен. То есть, вот таким вот образом по Bluetooth все дело транслируется. То есть, из обычных проводных наушников мы сделали с вами беспроводные. Послушал я сейчас композицию и что могу сказать. Многие говорят, что примерно на 15% громкость на этом ресивере ниже, нежели если подключить наушники напрямую к смартфону. Я этого не заметил, может быть, этот наушник как-то зависит. Сейчас под рукой у меня наушники самые простые. От Xiaomi никакой разницы в громкости я не заметил. Попробовал и напрямую, попробовал и через ресивер. Играет уровень громкости для меня, по крайней мере, одинаковый. Что касается качества звучания. Также многие говорят, что вот процентов на 5-10 качество похуже. Опять же, я никакой разницы не заметил. Возможно, я просто не меломан. Во-вторых, может быть, у меня простые наушники, поэтому я не чувствую никакие-то у меня там Hi-Fi супер-пупер наушники. Поэтому, ну, не знаю, и медведь, походу, когда-то на ухо мне тоже немножко приступил. Для себя разницы я не увидел, но другие вот на 5-10% говорят, она присутствует. Но, поверим, большинству я не увидел. Теперь по поводу управления. Довольно-таки все простенько здесь сделано, довольно удобно. Нажимаем кнопочку. Композиция у нас приостановилась. Нажимаем еще раз. Композиция заиграла. Нажимаем два раза. Включается следующий трек. Нажимаем три раза. Включается предыдущий трек. Также при помощи этого ресивера можно совершать обычные звонки. И вас будет слышно, и вы будете слышать собеседника. То есть, полноценно общаться. Главное, чтобы гарнитура была у вас на самих наушниках. Итак, давайте попробуем проверить дальность действия передатчика. Итак, смартфон включен. Нахожусь я в дальней комнате. Это у нас, где балкон. Итак, включаем композицию. Квартира двухкомнатная. Давайте попробуем прогуляться по квартире. Итак, звук пошел. Уходим из комнаты. Коридор. Тут у нас зал. Идем на кухню. Пришли на кухню. Наушники играют. То есть, через зал без проблем достает. И, судя из отзывов других пользователей, у этого ресивера есть проблемы с высокоомными наушниками. То есть, естественно, там уже он либо вообще с ними не работает, либо их не раскачивает. То есть, пользоваться нужно будет только пистонами. Ну, а так, конечно же, этот ресивер я вам рекомендую. Классная штука. Напомню, ссылочка, как обычно, под видео в описании. Далее рассмотрим вот эту интересную Wi-Fi айпишную камеру. В комплекте идет инструкция на китайском. Сама камера довольно-таки маленькая. Блок питания с выходом USB 5 вольт 1 ампер, но под китайскую вилку. И двухметровый USB-micro USB кабель для подключения питания. Вот таким вот образом выглядит сама камера. Глянцевый, приятный на ощупь пластик. Итак, спереди у нас располагается сам объектив. Над ним располагается датчик освещенности. Под вот этой темной поверхностью располагаются два инфракрасных светодиода для работы в кромешной темноте. Она хорошо снимает ночью. Под объективом располагается отверстие для микрофона. И чуть ниже датчик движения. У камеры есть полноценный USB-порт для подключения сюда второй камеры. То есть, отсюда будет вторая камера питаться. Micro USB-порт для подключения питания. И светодиод с индикацией событий. Снизу у нас располагается под башмаком. Вот таким вот образом у нас выглядит башмак. Располагается разъем для microSD карточки. И кнопочка setup для входа в настройки. Сам башмак подставка у нас вращается на 360 градусов. Каких-то отверстий для крепления этого башмака каким-то горизонтальным либо вертикальным поверхностям нет. Но здесь у нас встроен довольно-таки сильный магнит, который позволяет повесить эту камеру на металлические поверхности. Ну, например, на холодильник, на микроволновку, ну, либо еще куда-то. Питание подано. Давайте попробуем камеру подключить, настроить. Итак, запускаем программку Mi Home. Здесь нажимаем кнопочку плюс. Нажимаем Add Device. Выбираем Add Camera. То есть добавляем камеру. Выбираем из списка нашу камеру. В открывшейся инструкции показано, что нужно нажать кнопочку Setup. Давайте мы это и сделаем. Далее ставим галочку и нажимаем кнопочку Next. Перебивает нехорошо. Итак, сейчас идет у нас поиск сети. Нашел, к какой сети мы подключены. Нажимаем далее. И выскакивает QR-код. Мы должны этот QR-код на расстоянии примерно 20 сантиметров показать нашей камере. Все, камера его увидела, просканировала и настройки должна была себе передать. Итак, нажимаем. И начинается у нас настройка самой камеры. Давайте подождем. Итак, камера подключена. Давайте зайдем, посмотрим, что у нас тут есть. Запускается у нас модуль нашей камеры. И мы видим картинку, которую камера показывает. Камера у нас снимает, как я говорил, Full HD. Здесь мы видим саму картинку и органы управления. Что касается органов управления. У нас здесь есть двухсторонняя голосовая связь. Нажимаем кнопочку Speak и говорим. Алло, алло, как слышно? Алло, алло, как слышно? То есть вот таким вот образом мы можем вести диалог с человеком, которого мы видим на экране. Также мы можем слышать звук. Развернуть картинку на весь экран можем. Можем вернуться обратно. Можем записать таймлапс. То есть ускоренная будет такая видеосъемка всего того, что происходит в объективе. И, кстати, можем это выставить на автомат, чтобы он писал в определенные часы, например, с 3 до 5, чтобы был именно таймлапс. То есть довольно-таки прикольно. Так, также у нас есть ночной режим, как я говорил. То есть вот тут мы его можем включить, можем выключить, можем поставить на автомат, чтобы он сам переключался, когда нужно. Ночью снимает довольно-таки неплохо, как я говорил. Также два инфракрасного светодиода присутствуют. Их, конечно, заметны они вооруженным глазом, но не сильно. Ночью, конечно, их будет видно. Две такие вот небольшие красные точечки. И кнопочка деактивации самой камеры. Непосредственно на самой картинке у нас нарисованы две иконки. Первая это у нас скриншот снимает. Вторая это у нас кнопочка записи. То есть сейчас запись ведется непосредственно в сам смартфон. В камере у меня сейчас стоит microSD карточка. На нее идет отдельная запись по датчику движения. А вот это именно идет запись непосредственно в сам смартфон. Также мы можем вынести нашу картинку вот таким вот образом в отдельное окно. Давайте быстренько по настройкам пробежимся. Видеорекорд. Здесь у нас идут видеозаписи непосредственно на самой флешке. Но сейчас ему нужно просто время, дабы по сети... Ага, вот все, он подгрузил информацию. То есть вот три видеозаписи здесь у меня присутствуют. Давайте последнюю сейчас я запущу. Вот она пошла. Звук здесь даже идет. Картинка идет. Все работает. Пишет он по датчику движения 15 секунд. Если движения в кадре прекращаются, то через 15 секунд запись останавливается. Пока движения в кадре идут, запись тоже будет идти. Также вы сейчас слышали запеликулы уведомления. Это пришло уведомление непосредственно от самой камеры о том, что вот я рукой махнул. И она меня проинформировала об этом. То есть уведомления приходят, сразу можем посмотреть эти самые видеозаписи, что ей попало в объектив. Камера сеттинг. Здесь настройки самой камеры. Настроек здесь очень много. Автоматическая запись. Можем выставить со скольки до скольки будет происходить запись. Здесь настройки тревоги есть у камеры. То есть это датчик движения. Чувствительность его можно выставлять. Также камера может нас информировать о задымлении, о превышении показателей СО. Можно привязать эти датчики, но этих датчиков у меня нет. Но в любом случае это сделать можно. Камера, я бы сказал, умная. Во всем остальном простенькая, недорогая, но при этом хорошая камера. Довольно интересный дизайн. Имеется магнит. Кстати, здесь еще у нас 4 прорезиненные ножки, чтобы она не скользила. Но в любом случае наличие магнита выручает. Можно повесить, в принципе, куда угодно. Направить и пользоваться. Ну и давайте рассмотрим вот эту лампочку от компании Philips. Лампочка, по ощущениям, могу сказать, что выполнена хорошо. В плане веса. То, что чувствуется у нее вес довольно-то хороший. То есть теплоотвод там достойный. А что из характеристик? Ну, естественно, 220 вольт, 450 люмен. На самом деле это очень и очень немного. Это 6,5 ватт. То есть, в принципе, ее сравнить можно с 40 ватткой лампой накаливания. Что касается световой температуры, то 3000 кельвинов-5700 кельвинов. Почему такой размер? Да потому что регулируется температура. Так, цоколь у нас E27. Итак, давайте ее подключим. И включим. Оп. Вот таким вот образом лампочка горит. Запускаем программку Mi Home. И у нас сразу программа выдает, что найдено новое устройство. Сразу пишет, что это Philips. Итак, подключаемся. Выбираем Wi-Fi нашу сеть. Подключаемся. Нажимаем Next. Идет настройка подключения к нашей лампочке. Лампа подключена и настроена. Нажимаем кнопочку Done. И, в принципе, все готово. Вот у нас появилась наша лампочка в списке устройств. Итак, заходим и видим здесь у нас настройки. Здесь у нас подсказка с управлением, как этим всем пользоваться. Итак, здесь мы видим три основные закладки, по которым мы можем перемещаться. Итак, в первой закладке мы можем регулировать световую температуру. То есть, вот сейчас у нас такой более теплый желтый цвет. Вправо. Более холодный. И можем промежуточные какие-то значения выставлять. Здесь наверху у нас вот в процентах указывается. То есть, можем плавно регулировать. От желтого до кипельно-белого. Ну и, соответственно, вверх-вниз это у нас яркость. Вниз это минимальная яркость. Вверх это максимальная. Также у нас в процентах отображается наш уровень яркости. Далее переходим в раздел сцены. Здесь у нас несколько заготовок. То есть, это, в принципе, все это можно сделать будет и в первом меню. Ну, но здесь уже заготовки готовые. То есть, вот здесь у нас есть bright. Это у нас яркость. То есть, яркий режим. Midnight, например, ставим. Это у нас будет тусклый такой желтый свет. То есть, именно как подсветка полуночная. Тиви. Не такой средний. Не туда, не сюда. И по яркости средней. И по световой температуре. То есть, просто заготовки. Также есть раздел delay off. Это у нас таймер. Так скажем. То есть, через сколько лампочка выключится. То есть, за этот бегунок тянем. Отпускаем. И пошел у нас обратный отсчет. Через это количество времени лампочка погаснет. Также в настройках есть раздел таймер. Здесь мы можем тоже создавать свои пресеты. Можем выставить, чтобы она включалась у нас во столько-то. Выключалась во столько-то. То есть, полностью автоматизировать. Ну, например, также освещение в том же подъезде. И также здесь есть еще интересный раздел. Называется он automation. То есть, заходим сюда. Здесь также можем создавать свои пресеты. И, кстати, это будет касаться вот этого вот датчика движения. Тоже Xiaomi-шного. Но он работает только в паре с Xiaomi умный дом. Такая система умного дома. Она еще у меня в пути. Поэтому более подробно расскажу о ней вам попозже. Это инфракрасный датчик движения. То есть, в связке с этой лампочкой через систему умный дом она может работать. То есть, этот датчик ловит ваше движение. Лампочка включается. Движение прекращается. Например, вы прошли мимо и ушли. Лампочка выключится. То есть, все это дело будет завязываться. И в тандеме работа. Очень удобно получится. И очень интересно на практике. Но пока вот именно продемонстрировать работу вот этого датчика движения я не смогу. Но ссылочки на все эти товары, как всегда, как я говорил, будут под видео в описании. Можете переходить, смотреть и заказывать. Так что, друзья, всеми этими товарами из сегодняшней распаковки я более чем доволен. Ну, кроме вот этого вот датчика движения. Потому что не могу его протестировать. Но знаю его работу в теории. Вот. Так что, ссылочки на все эти товары будут под видео в описании. Xiaomi, как всегда, молодцы. Выпускает качественную продукцию. Приобретение я вам ее рекомендую. Если будете заказывать на Алиэкспрессе, то посмотрите вот это видео. Там я рассказывал, как не быть обманутым на этом самом Алиэкспрессе. Ну, а на сегодня у меня, в принципе, все. Кому видео понравилось или было просто интересным, ставьте лайк. Подписывайтесь обязательно на канал. Не забывайте про группу ВКонтакте. Делитесь этим видосом со своими друзьями. Пока. Подписывайтесь на канал.